Дорогие, слава Христу! В книге пророка Исаии, как вы знаете, описываются страдания нашего Господа. Это пророческое слово. Слово было за несколько сот лет до фактических страданий Христа. Но Бог показал это великому пророку, служителю Божьему, показал будущего Мессию и будущее страдания Мессии и Христа. И вот здесь есть некоторые слова, которые я верю, что Бог хочет, чтобы мы обратили внимание. Вообще, мне хочется говорить сегодня о страданиях. Тема, конечно, страдания, она грустная тема, но она, это тот предмет, который мы не можем миновать в своей жизни. Почему? Потому что написано в Писаниях, что человек рождается на страдании. Даже есть такое слово. Это грустное слово, но оно правда. И так как мы находимся в греховном мире, то с тех пор, когда совершился первый грех непослушания Господу, то вскоре начались страдания. Какие это были страдания? Были физические боли, конечно, их пережил Авель, потому что страдания есть физические, есть страдания душевные, есть страдания эмоциональные, душевные, внутренние, духовные. И Бог хочет избавить нас от страданий в определенное время, но Он Сам пришел, чтобы принять страдания за нас. И вот страдания, эта тема через всю Библию, с первых страниц начинается слово об этих страданиях, внутренних страданиях. Кого? Я убежден, что Ева и Адам очень сильно пережили душевную боль. Они потеряли сына. Авель пережил физическую боль, конечно, эмоциональную тоже, потому что брат восстал на него, и на землю пролилась кровь. Представляете, написано, один человек согрешил, и в нем все согрешили. Вот Адам и Ева согрешили, и вот эта природа греха передалась сразу детям, и выразилась сразу в максимально тяжелом грехе. Есть тяжелые преступления. И вот убийство – это одна из тяжелых форм преступлений. И мы видим грустную историю. И эта история связана с кровью. И это часть сегодняшней проповеди. Бытие 4 глава. Это уже второй листочек Библии. Здесь говорится, что Авель спустя некоторое время Каин принес от плодов земли в дар Господу. Бытие 4.3. Бытовой вопрос. Ну, духовный вопрос. Служение Богу. Но все-таки это бытовой. И Авель так же принес от первородного стада своего, Бытие 4.4. И оттука их и призрел Господь на Авеля и на дар его. Авель принес особый дар. Он решил закладь любимого ягненка, лучшего ягненка, закладь ради Господа. Что-то внутри него. У него была вера, говорит Библия. И он верой принес жертву лучшую. Вот был внутренний сигнал. Вера – это необычно. Это необычное состояние. Потому что вот та вдова, которая отдала последнюю лепту, это только вера. Это Христос, который отдал свою жизнь за нас. Это действие веры, упование на Бога. Потому что это не выполнение своего интереса, человеческого удовольствия, такого фактора, развлечения, отдыха, покоя. Наоборот. Это муки и страдания. Но в этом был смысл. И вот Авель Первый пострадал. Он совершил лучшее. У Акаина возникла зависть. Зависть разделяет людей. Зависть – это негативное, недоброе отношение к успехам и благословениям других людей. Духовная зависть также очень опасна. Что значит духовная зависть? Зависть на духовной почве. Первые священники-фарисеи завидовали Христу. За Ним шел народ. Он говорил не так, как кто-то другой. Он говорил со власти. Он говорил так, как никто из людей не говорил, написано. Духовная зависть. Зависть братьев по отношению к Иосифу производит убийство. И Пилат знал, что его предали из зависти. И вот этот грех, тяжкое преступление совершилось на почве зависти, на почве недружелюбности, отсутствие любви к брату, огорчение сердца, горечь приносит грех. Никогда не огорчайся. Я когда-нибудь хотел бы об этом больше говорить, даже когда-то мечтал написать маленькую брошюрку на тему «Никогда не огорчайся». Огорчение производит разделение. Огорчение приводит к конфликту. Огорчение приводит к удару по скале. Когда Моисея огорчился, он ударил по скале, вместо того, чтобы протянуть руку. Огорчение, горечь. И вот горечь пришла в сердце Каина, а Бог стал его останавливать. И Господь, написано, и сильно огорчился Каин, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. То есть почему-то лицо не поднимаешь. Знаете, Бог хочет, чтобы мы сияли. Хочет, чтобы мы смотрели прямо. Чтобы мы не огорчались. А если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит. У дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. Вот воля Божия с первых страниц Библии. У дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе. И вот Господь говорит здесь о том, что Каин огорчился. Друзья, будем бороться против огорчения. Будем помнить всегда вот на уровне разума, на уровне сердца, что огорчение – это не от Бога. В огорчении можно написать неправильное письмо. В огорчении сделать неправильный звонок. В огорчении сказать брату, сестре, папе, маме, пастору, проповеднику, лидеру, кому угодно. В огорчении сделать ошибку. Огорчение не дает нам точный анализ происходящего. Огорчение проявляет обиду и наш личный взгляд, эмоциональный взгляд на происходящее. Бог хочет, чтобы мы не огорчались. Чтобы мы любили. Чтобы мы посмотрели с Божьей стороны, с Божьей высоты. И вот Писание говорит нам об Кавеле, о Каине и Авеле. И Бог сказал Каину, но он не послушал Господа. Представляете, он услышал голос Божий. Он мог бы сказать, Господи, что мне делать? Как мне избавиться от этой обиды? Господи, помоги мне. Мне трудно себя контролировать. Но он так не стал молиться. Он не стал бороться. Он преследовал цель, которая была в его горечи. И эта горечь привела его к столкновению с братом. Когда они были на поле, он восстал на Авеля. Мы не знаем, как долго продолжался конфликт. Сколько слов он сказал, но он убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он хотел, чтобы Каин начал говорить. Он знал, где... Бог знал, где находится Авель. Но он хотел услышать это от Каина. Как его признание. Что отвечает Каин? Он обманывает. Он говорит, не знаю. Разве я сторож брату моему? Смотрите, какой сарказм. Какая наша плоть? Друзья, слава Богу, что Он спасает нас во Христе. Плоть, она изворачивается и придумывает такие слова. Господу, разве можно Богу такое говорить? Скажите Аминь. Но, тем не менее, Каин, один из наших предков, скажем, он вот так сделал. И он говорит, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Уже прямо ему говорит. Голос крови брата твоего выпьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Посмотрите, пролитие крови принесло проклятие в жизнь Каина. Он начал опять же жаловаться Богу несправедливо. Наказание моё больше, чем можно снести. Разве Бог несправедливый Бог? Бог справедливый Бог. И он стал жаловаться. Теперь всякий, кто встретит меня, убьёт меня. Но Бог в этом случае обещал его защитить. Дал ему знамение. И вот кровь была пролита. И кровь стала проклятием для земли. И Господь говорит дальше в бытие Ною и для всех нас о крови человеческой. Я вас прошу, пожалуйста, откроем девятую главу «Бытие». И здесь говорится, почему кровь, почему Христос? Вот отсюда всё начиналось. Бытие девятая глава. «И благословил Бог Ноя, сынов его, и сказал им, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». То есть, возьмите во владение эту землю. Вы хозяева земли. Обладайте ею. «До страшатся и дотрепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в руки ваши отданы они». Бог сказал «До страшатся вас». То есть, Он дал человеку силу и власть больше человеческой власти. Мы знаем потом, Господь, можно сказать, Левиафана укротил, скажем так. То есть, Господь так сделал, что после потопа уже вымерли, во время потопа вымерли огромные животные, которые могли бы быть сверхсильными и разрушительными для человека. Но Господь дал силу человеку, и поэтому люди управляют слонами, люди могут поймать крокодилов и так далее, могут попасть в яму, могут сделать засаду для львов и тигров. Бог дал человеку силу, мудрость и власть. Если человек физически будет уступать кому-то, он мудростью может преодолеть. И поэтому с давних времен ставили ловушки на зверей и так далее, на медведя, даже не имея огнестрельного оружия. И вот здесь Бог говорит «До страшатся звери, и добудут они в пищу». Но Он говорит «Только плоти с душой и кровью не ешьте». Пятый стих «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша». Бог сразу сказал им «Не ешьте крови животных». Вот почему христиане стараются избегать. И мы снимаем накипи и сукровицу, мясо, когда готовим, мы делаем это. Мы не кушаем кровяную колбасу или другие продукты, потому что мы понимаем, что Господь сказал «Не ешьте с кровью». И Бог это сказал ясно еще Ною, потом сказал в Ветхом Завете Моисею, а потом сказал Церкви, Первой Церкви через Деяния Апостолов. Он сказал «Не ешьте удавленины», то есть животное мясо задушенное, то есть кровь тогда остается там в сосудах. Кровь должна была вылита на землю. И вот кровь, душа была в крови, и Бог не хотел, чтобы кто-то посягал на душу, даже на душу животных, которые в крови. Вот так Бог это определил. Но дальше Господь говорит «И я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша взыщу от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его». Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божьему. «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Божья воля, чтобы жизнь распространялась. Божья воля, чтобы людям было хорошо. Бог хочет, чтобы была жизнь, чтобы не было абортов, чтобы не было где-то убийства. Бог хочет, чтобы люди помогали друг другу выжить, чтобы перевязывали раны, останавливали кровотечение, делали искусственное дыхание. Господь хочет, чтобы молились за больных. Бог хочет, чтобы люди жили и распространялись, чтобы им на земле было хорошо, на этой страдальной земле. Страдания на земле начались с первых лет существования человека. И причина тому грех. И тот, кто дает место греху, он приносит страдания самому себе и окружающим. Кто верит, скажите «Аминь». И поэтому, если кто-то совершает недостойное, то окружающие, близкие, они все переживают. И сам человек страдает. Иногда он не подает вид, он думает, что все хорошо, но внутри его совесть дает ему знать. И вот Бог здесь сказал о крови. И Он сказал «Кровь взыщется». То есть кровь, пролитая, как Господь сказал в Откровении, «Взявший меч от меча погибнет». И Господь также сказал Иисусу в Гессиманском саду. Он сказал «Петр, вложи меч в ножны твои». Ибо взявший меч от меча погибнут. В Откровении сказано «Кто убивает, тому надлежит быть убитыми». Поэтому верующие должны быть очень осторожны. Мы не судьи решать жизнь людей. Мы не должны восставать на жизнь ближнего твоего, как написано в Ветхом Завете. Не восставай на жизнь ближнего твоего. Люби ближнего твоего, как самого себя. Бог против насилия. Бог против жестокости. Господь одобрял в некоторой форме физическое наказание для детей. Это небольшие, может быть, какие-то удары розг. Дети реагируют на какие-то такие легкие удары. Когда человек становится взрослым, он уже этого не боится, да и это и не нужно. Библия говорит, на разумного действует один выговор, больше, чем на глупого сто ударов. И поэтому в Библии написано о наказаниях розги. Но это не было насилием. В Библии сказано, сколько можно было дать ударов розги по закону Ветхого Завета. Но это не было насилием. Насилие и жестокость – это нечто другое. И вот когда Господь уже говорил в Писаниях, что если кто-то выбьет зуб, выбьет глаз и так далее, когда кто-то ударит так, что он убьет и так далее, и Господь тогда определял наказание. И они жили в законе, в Ветхом Завете. Сейчас также определяется наказание уголовным кодексом. Но у Господа есть моральные законы, есть моральные преступления, которые приносят моральный ущерб, которые до самом деле мучат людей в душе. И Господь сказал Марии следующее – оружие пройдет тебе самой душу. Мария, Мать Иисуса, она не пострадала физически, в смысле ее не лишили жизни, ее не пытали, но она получила душевную рану. И об этом было пророчество через Симеона, книги в Луке во второй главе, по-моему, 38 стих, если не ошибаюсь. «И тебе самой оружие сие пройдет душу». Это душевная боль, душевные страдания. А Господь все это решил претерпеть. И вот я уверен, что Ева и Адам, они пережили огромную боль. И поэтому, когда Бог дал им следующего сына, они почувствовали, что это как благословение от Бога. И Сиф, когда родился, они начали призывать Господа, стали молиться. Я думаю, что какое-то время они были в таком, знаете, разочаровании, депрессии, без молитвы, но когда родился, Енос, вернее, когда родился, стали призывать Господа. Вот. Но когда у них родился Сиф, это было, она говорит, получила человека от Господа. Итак, жизнь, это не наиболее дорогое и ценное, что кажется на земле, но в Божьих глазах это не самое ценное. Самое ценное – это вечная жизнь. И поэтому Господь говорит, если кто и умрет, верующий в Меня тот оживет. И поэтому Господь отдал свою жизнь, потому что это не самое ценное на земле. Он открывает нам сущность небесного царства, небесной жизни. И поэтому, когда Он говорит, ныне будешь со мной в раю, это гарантия, это Божье обещание спасения разбойнику, покаявшемуся на кресте. Слава Богу. Вот что самое главное. Самое главное не было то, чтобы вот этого разбойника с креста спасти. Другой и говорил, если ты Сын Божий, спаси себя и нас. Они представляли для себя Господа, Который должен физически их сейчас избавить. Но в этом не была сама суть Божьей жизни. Он сам умирал за нас. И Он говорит, никто не забирает жизнь у Меня, я сам отдаю ее. Поэтому есть нечто выше, чем любовь к себе, выше, чем страх за собственную жизнь. И поэтому есть и люди на земле, которые рисковали своей собственной жизнью. Родители, которые рисковали за детей, или кто-то рисковал за соседей в пожаре и в других ситуациях, кто-то бросился спасти утопающего и сам утонул. И недавно кто-то бросился спасать и утонул еще один человек и все трое. Вот так, такое несчастье. Но попытка спасти человека ценой собственной жизни, вот Христос и Иисус, Он обладает этими качествами любви, потому что любовь, она совокупность, совершенства. И написано, Он положил за нас душу свою. И поэтому на земле, земля это место страданий, есть душевная, физическая, духовная боль. И поэтому, когда кто-то переносит боль, это несправедливо, это больно. И родители тоже переживают, когда ребенку больно, или кто-то упал, ударился там спинкой, позвоночником, ушиб. Первое желание всегда прижать к себе ребенка. Утешить, успокоить. Мы сталкиваемся со страданиями. Дети могут страдать. Мы также страдали. У каждого здесь истории несправедливого обращения. Кто-то девочек мог дернуть за волосы, поставить под ножку и так далее, оскорбить, сказать плохие слова. Все это и многое-многое другое приносит страдания. Но Господь пришел в нашу жизнь. И главное, Он пришел для того, чтобы пострадать. Он пришел, чтобы иметь дело с кровью. И вот мы прочитали «Бытие» о Акаине и Авеле. Теперь мы прочли о Ное. И Господь говорит в книге чисел, если не ошибаюсь, 33-я глава. Он говорит, что число 35, стих 33. Он говорит, «Не оскверняйте землю кровью». Пожалуйста. Число 35, стих 33. Он имел в виду, «Не проливайте кровь на земле». Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и землю не иначе очищается от пролития на ней крови, как кровью пролившего ее. Итак, кровь очищается кровью, сказал Господь, пролившего эту кровь. Вот почему Господь в Ветхом Завете разрешил наказывать убийц вот этим наказанием. Но Господь решил закончить эту практику. Он пришел, чтобы своей кровью оправдать нас и очистить даже убийц, которые пролили кровь в человеческую хвала и слава ему, друзья. Он пришел, чтобы кровь проклятия смыть кровью благословения искупительной жертвы Агнца. Слава и честь ему, друзья. Он наш восторг и наша радость. Написано в Библии проклят всяк висящий на древе. Господь говорил в Ветхом Завете, если человек будет повешен, то не оставляйте его повешенным до утра, потому что проклят всяк висящий на древе, чтобы земля не получила проклятия. Поэтому Христа захотели снять с креста. Они понимали, что до вечера нужно снять. И они удивились, что он уже мертв. И вот Христос пришел с кровью. Кровь, она проходит от первых страниц, можно сказать, от первых страниц, от Библии вот до последнего. И в книге Откровения сказано, они, то есть Божьи дети, победили сатану к чем? Кровью Агнца и словом свидетельства своего. И так Бог говорил, что кровь за кровь, кровь должна быть пролита. И что тогда Бог в следующий шаг сделал? Он сказал Моисею, проливайте кровь животных вместо вашей крови. Ну, я образно сказал, приносите в жертву животных. И он сказал, кровь должна быть пролита. Кровь нельзя было есть. Язычники пили кровь. Я не буду рассказывать, я видел эти сцены физически. Но Господь сказал, вылейте кровь к подножию. Вылейте кровь. И вот когда кровь выливалась, а человек возлагал руки на бедное животное, то его кровь выходила за нашу кровь, за наши грехи. Это не были совершенные жертвы, но это были заместительные, временные жертвы. И потом Господь не восхотел больше. Понимаете, кровь смывается только кровью. Грехи смываются только без пролития крови. Не бывает прощения написано. Потому что кровь это цена жизни. Человек потеряв несколько литров крови, он умирает. Кровь это суть его жизни. Поэтому люди берегут себя, хранят себя от порезов и так далее, сдают кровь, чтобы спасти кого-то. Кровь имеет жизненную силу. Она несет, вы знаете, и кислород, и питательные вещества в растворенном виде все распространяет по всему организму, пополняя наши клетки. И Бог создал такой механизм. Он дал нам такое прекрасное сердце, которое работает, которое прогоняет эту кровь. Знаете, как отопительная система. Котел работает, отопительная система, но есть насосы, которые прокачивают это. И дом, может быть, 700 квадратных метров, тысячи квадратных метров. Вот здесь у нас с вами 1600 квадратных метров. И это все насос. Это как сердце, он толкает, он делает движение. И таким образом горячая вода распространяется, и везде равномерное отопление. И вот сердце как насос, оно для того, чтобы распределить каждый уголочек тела. Поэтому мы должны ходить, мы не должны долго сидеть, чтобы кровь, чтобы мышцы работали, чтобы кровь двигалась, чтобы сосуды работали. И эта кровь повсюду саккулирует, поэтому должны быть прогулки, должны быть ходьба, должны быть физические упражнения, труд, чтобы кровь разгонялась по сосудам. И вот Христос, Он пришел со Своей кровью, написано послание, не с кровью козлов и тельцов, потому что Он сказал, жертвы ты больше не восхотел, ты тело уготовил мне. И Господь не миновал это. Он решил сам пролить свою кровь, представьте, чтобы нас искупить, а кровь имеет силу. И однажды Господь сказал в Евангелии Матфея 23 главе, что кровь Авеля, представьте, до сих пор еще говорила, Он сказал о первосвященниках, Он сказал о фарисеях, которые не верили в Господа, что да придет на вас кровь Авеля праведного. Представьте, Он провозгласил, что значит кровь? Это значит, вы ответите за кровь Авеля, и также до крови Захарии Варахина, сына Варахина, священника, которого убили между храмом и жертвенником. Что же это такое? Почему? Потому что Авеля кровь это братоубийственная кровь. И вот эти, Он сказал, все это, истинно говорю вам, все это придет народ сей. Представляете, братоубийственная кровь, потому что Иисус пророчествовал, что вскоре они убьют его, а он их брат. Вскоре они убьют своего брата руками беззаконных. Скажите Аминь, друзья. И поэтому на них пришло проклятие, пришло, они сказали, кровь на нас и на детях наших. Они не понимали, что они говорят. А Христос сказал неверующим, именно злодеям, фарисеям, Он сказал, да придет на вас кровь от Авеля праведного до Захарии, убитого между храмом и жертвенником. Истинно, говорю, все придет народ сей. Представляете, какие серьезные слова Господь сказал. Получается, что те, кто распинали Иисуса, кто ненавидели его, кто скрежетали зубами, они получат возмездие за кровь Авеля и за кровь всех убитых пророков. Так серьезно. А это слова, слова самого Господа. И вот здесь Христос, Он решается на такой подвиг, Он решается пролить свою кровь. И собрав учеников своих, Он сказал им, это кровь Моя, Нового Завета. Кровь очень много значила для иудеев, очень много для Израиля. Они все жили с помощью этих жертв. Они все беспокоились, чтобы каждый год привести себя в правильное отношение с Богом. И Господь говорит, если кто согрешил, то возьмите такую-то, такую-то жертву, пусть приведет ее к скинии собрания. Они постоянно имели дело с кровью. Мы имеем часто дело с мясом или с рыбой. Израиль имел дело не просто с мясом. Они имели дело с кровью. Кровь имела священное действие. И в этой крови они хотели получить прощение. И вот как кровь пролитых животных сжигается вне стана, кровь пролитых животных, и вот знаете, там некоторые внутренности, они сжигались вне стана, Господь сказал, нужно вынести за стан. Так и Христос пострадал вне врат. Он вышел. И он вышел, неся свой крест на место, называемое Лобное. Он как бы уносил на себе наши грехи. Он как бы уводил их из города. Он как будто бы на себе влек вот нашу всю тяжесть, все наши пороки, беззаконие и грехи. Слава ему! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok